Всем привет! Вы смотрите программу Stories на Atomicen Business Channel. Меня зовут Анастасия Тарасова и мы снимаем программу об интересных, творческих, активных людях, которых мы застигаем в конкретную единицу времени, в конкретной точке пространства и рассказываем, какие они есть на самом деле. Наша точка пространства сегодня это городской каток, а мой гость это актриса и режиссер Катя Дзвоник. Мы решили совершить с ней сегодня новогоднее рождественское безумие. У нас есть одна пара коньков на двоих, будем кататься, записывать интервью и встречать праздники. Ну все, я передаю камеру Кате и мы поехали. Так, держи. Так, нам нужно перевернуть картинку. Поможешь? Так, привет всем. Я не умею, сейчас я переверну. Ага. Так, ну на самом деле мы вообще приготовились. Настроение праздничное, долго не думаем. У меня есть коньки, которые на самом деле являются реквизитом к спектаклю, а мы их утащили из нашей костюмерной, из театра. Вот, сейчас будем кататься. Вообще в этом году в Алма-Ате открыли несколько городских катков. Это абсолютно бесплатный вход и вот так вот в середине рабочего дня, когда вам нечего делать, можно прийти на каток и поднять себе настроение. Слава богу, в Алма-Ате выпал снег. Вот вокруг меня уже собираются зрители, я чувствую просто сегодня себя звездой. Это исторический момент. За рекордные короткие сроки актриса и директор театра Артишок надевает коньки. На самом деле я долго уговаривала Катю, я хотела, чтобы сегодня каталась она, но она сделала вид, что коньки и маленькие, поэтому... На самом деле, в последний раз коньки на мне были, когда мне было лет 8, и я просто боюсь... А сегодня вечером спектакль, я сказала Насте, что если сегодня я потеряю несколько зубов, то спектакль вместо меня играть будет она. Субтитры сделал DimaTorzok Хотела сказать тебе огромное спасибо за то, что вот таким утром вывалиться на каток. На самом деле, вроде кажется, ты все время чем-то занят, и у тебя нет времени. Да тебе спасибо, на самом деле, потому что я как раз проснулась. Скажи, как твое вообще настроение? Сегодня отлично, спасибо. Опять же, что мы пошли на улицу, и вообще так классно. Снимаем новогоднюю передачу, и хочется, чтобы ты тоже поделилась своими какими-то планами на год. Ну, это какая-то традиция, где-то подводить итоги, где-то что-то планировать на следующий год. Я просто знаю, что ты уже что-то так давно ничего не делала, и что-то интересное готовишь. Вот среди череды постановок будет что-то и от тебя в новом году. Да, да. Мы делаем при поддержке Сороса Казахстан и Бритиш Канцел делаем в конце января премьеру довольно интересного проекта. Все началось с мастер-класса весной. К нам приезжал такой интересный чувак британский, который научил нас, как вообще из подручных материалов, фактически, да, не имея ничего, создать спектакль за 3-4 дня. И это был очень крутой опыт. И теперь на основе этого опыта мы будем делать спектакль, который будет называться, я думаю, он точно будет называться 30 лет назад. Моим родителям было 30. И это спектакль о смене поколений, о том, что людей волновало тогда, что людей волнует сейчас и как вообще, куда мы движемся, что нас ждет в будущем. Вот. Я задумала какую-то страшную вещь в смысле того, что там будет видео, там будет живой звук. У нас с нами работает Дарь Спиваков, очень крутой художник и музыкант. Вот. И я надеюсь, что все-таки, имея бюджет, который мы имеем, у нас удастся совершить все, что мы планируем. Будут работать обалденные ребята. Ребята из Кельта. Ксюша Мукштадт, бывшая актриса, ну, раньше она была актрисой немецкого театра. И Аня Федорова, которая работает в театре артишок нашим администраторам, но на самом деле тоже замечательная артистка. И играет в спектакль «Норд-Оствит» теперь, правда? Вот. Так что я думаю, что у нас крутая команда и будет этот крутой проект. Плюс еще... Еще можно. Да, да, да. Плюс еще большая штука, которая мне очень важна, на самом деле. И так все круто складывается. Я сама не ожидала. То есть в августе вот прошлого года, ну, вот этого года, 17-го, 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 я съездила к великолепному режиссеру Борису Павловичу на лабораторию инклюзивного театра. Он как раз начинал работать над своим спектаклем «Разговоры», который сейчас в Петербурге идет. И мы там работали с людьми с ментальными особенностями, с проблемами аутистического спектра и с людьми с синдромом Дауна. И это очень круто. И теперь, благодаря Оле Султановой и фестивалю «Откровения», и тоже фонду «Сорос», который нас поддерживает, мы будем делать большой инклюзивный проект, который будет идти почти год. Будем работать с людьми с особенностями, со слухом, зрением и с людьми с ментальными особенностями. Это великолепный опыт для актеров, на самом деле, вообще иметь возможность такого реального контакта, наладить вообще реальный контакт с людьми, у которых как бы чего-то не так. На самом деле это неправда. Вот по сравнению с людьми, которых называются ограничениями, мне кажется, это у обычных людей какие-то ограничения, потому что эти люди настолько открыты, настолько готовы к контакту, настолько у них вообще интересный мир просто, который нужно как-то подключиться и помочь открыть. Это невероятный опыт для актера. Я считаю, каждый актер вообще должен в какой-то момент в своей жизни попытаться поработать с людьми с особенностями и понять, насколько это важно и насколько это, ну, как бы, это все, это другой мир. И когда человек с особенностями выходит на сцену, он настолько просто круче любого профессионала, сколько бы лет опыта у профессионала не было, потому что они очень честные. Люди с ментальными особенностями очень честные. Они просто не могут по-другому. Даже эти вещи, которые они воображают, ну, вот, то есть, например, мы разыгрываем какую-то ситуацию, если они что-то воображают, они настолько в это верят. Вообще, Станиславский бы позавидовал 10 раз, понимаешь, тому, насколько они погружаются в то, что они предлагают. И это очень классно. И вот в феврале Боря Павлович снова приезжает к нам с большим мастер-классом. Это будет почти, по-моему, 20 дней. Это уникально. И мы будем работать с людьми с ментальными особенностями. Ну, и результатом всего этого, наверное, годового проекта, скорее всего, должен стать какой-то спектакль. Не знаю пока какой. Поскольку я курирую, ну, вот, творческую часть, мне надо придумать какой. Ну, я думаю, будет круто, потому что я просто где-то, да. Скажи, а вот лично для тебя какую роль в жизни играет театр? Просто вот хочется немного, наверное, от общего к частному перейти. Вот что меняется в тебе? Почему для тебя это важно, как для человека? Почему ты этим занимаешься и продолжаешь заниматься? Знаешь, я вообще начала заниматься, я не хотела... Ну, не то, что я не хотела, у меня выбора не было. Потому что меня сдали в школу, в школу искусств 46-ю в свое время, ну, прям с первого класса, и сдали на театральное отделение. Ну, наверное, я просто в детстве всех раздражала своими, там, чтением стихов и так далее. И, видимо, меня решили сдать, чтобы вся моя энергия уходила в это русло. И я, ну, получается, всю жизнь, я там, 7 лет этим занимаюсь, причем так, ну, серьезно, то есть школа была такая, не щадила. Вот, потом в институте я тоже этим занималась, в Кельте, ну, уже осознанно, в Кемэпе, там, это институт, театр на английском языке, да, Кельт? Вот, и так получилось, что я поступила в смысле, поехала, получила профессиональное образование. Что меняется? Да все меняется. На самом деле, знаешь, это как... Ну, вот, я считаю себя счастливым человеком, потому что я поняла, что мое призвание – это театр. Вот и все. Ну, в смысле, сам факт выхода на сцену – это жизнь, это свобода. По-другому не может быть. Вот часто люди перед Новым годом впадают в какое-то уныние, знаешь, ну, потому что, типа, год заканчивается, или ты не успел сделать все, что ты захотел, или вот как бы что-то пошло не то. И вот чем старше ты становишься, я лично просто за собой замечаю, что у тебя все меньше и меньше желания, так знаю, наряжать елку элементарно, да. А есть ли у тебя какой-то вот такой свой рецепт, как и вытянуть себя за уши, вот, и из такой хандры? О, да. Слушай, да. Мой рецепт – новое платье на Новый год. Каждый год я пытаюсь себе, ну, найти, купить какое-нибудь совершенно невероятное вечернее платье, которое, конечно, я потом не ношу. Но оно висит, и можно каждый год, значит, по платью потом рассчитать. Вот в этом году я ищу какое-нибудь сумасшедшее, знаешь, такое, чтобы оно было все в пайетках и желательно золотое. Ну, что, пока не нашла. Вот, ну, надеюсь, что еще осталось там сколько, два дня у нас. Надеюсь, что получится. А если вернуться к твоим профессиональным театральным планам, расскажи, пожалуйста, когда будет премьера и в каком месте, куда бежать за билетами? Так, премьера будет 31-го точно января, возможно, будет предпоказ 30-го. Все это будет происходить вплотно на Трансформе, в новом пространстве открытым бритишканцам. Спасибо им большое за это. Вот, и надеемся, что еще в феврале-марте у нас будут дополнительные показы, так что, я думаю, если кто-то не успеет 31-го января, то смогут посмотреть попозже. Блин, на катке включили музыку! Значит, не надо записывать программу, надо кататься, да? Спасибо. 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 Тебе за это прекрасное утро, и вообще, когда хочется создать себе настроение, все абсолютно элементарно. Друзья, это была программа Stories на Atomicen Business Channel, программа об интересных творческих людях. Сегодня ими были мы с Кадей, были на простом алматинском катке. Все, что нужно для счастья. С Новым годом! Пока! С Новым годом! Пока! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Втором годом! С Новым годом! Продолжение следует...